Касым Жамар Тукаев предложил провести Высший Евразийский Экономический Совет в Истане. Такую инициативу глава государства озвучил во время своего выступления на заседании Совета в Москве. Казахстан готов выступить в качестве Центра развития Евразийской промышленной кооперации. Президент говорил и об обеспечении беспрепятственного транзита товаров в третьи страны и о создании новых международных транспортных артерий. У Назамгуль Кумуспаевой все подробности. Высший Евразийский Экономический Совет проходит в Большом Кремлевском дворце. Только журналистов в Кремль прибыло больше 150 человек. Все они из стран ЕС. Лидеры этих государств пребывали с небольшим опозданием, но с улыбкой и желанием обсудить все вопросы пятистороннего сотрудничества. От приветствия сразу к делу президенты удалились от журналистов на переговоры в узком формате. О чем говорили, позже расскажет председатель Совета Владимир Путин. Сейчас обсуждали экономическую ситуацию в наших странах, проанализировали, как идет наше сотрудничество. Причем уже удалось даже погрузиться в детали по некоторым отраслям производства конкретно. Но в начале нашей встречи хотел бы подчеркнуть, что сотрудничество в рамках Евразийского экономического союза продвигается действительно весьма успешно. Как президент Казахстана только что сказал, главным бенефициаром является Армения, потому что в Армении самый высокий темп роста экономики. Если говорить о Казахстане, то за годы деятельности в ЕС торговый оборот с другими странами-участницами вырос на 74%, при этом экспорт на 98%. И как отметил глава государства, это хороший показатель. Затем лидеры стран пересели за стол побольше. Уже в расширенном составе стороны детально обсудили вопросы интеграции и перспективы развития Евразийского экономического союза. Касымжимар Тукаев высказался о необходимости реализации безбарьерного рынка и беспрепятственного транзита товаров в третьи страны. Важно продолжить системный диалог с интеграционными объединениями и странами, сотрудничество с которыми представляет для нас экономический интерес. Комиссии предстоит оперативно завершить работу по заключению соглашения о зоне свободной торговли с Объединенными Арабскими Эмиратами, Индией, Египтом, Индонезией, Израилем. А Казахстан с учетом текущей геополитической ситуации, а также своей географии и возможностями готов выступить в качестве центра развития Евразийской промышленной кооперации. Это могут быть совместные предприятия по производству электромобилей, магистральных локомотивов, вагонов, сельскохозяйственной и легковой техники, строительных материалов и химической продукции. Многое из перечисленного уже находится в практической разработке. Мы также готовы к реализации совместных проектов по освоению месторождений черных и цветных металлов с дальнейшей переработкой и производством готовой продукции. Президент еще раз напомнил о важности создания международных транспортных артерий. Сейчас принципиально важно создавать новые направления во всем регионе. А развитие коридора Север-Юг и Транскаспийского международного транспортного маршрута может в корне изменить логистику внутри Евразии. Уверен, что наш экономический союз в конечном счете станет связующим звеном между Европой и Азией, глобальным югом и севером. Мы приветствуем намерения Российской Федерации по формированию коридоров в направлении Китая, Индии, Пакистана, Ирана, государств Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. Считаю, что созрело понимание необходимости развития транспортного коридора Север-Юг в сопряжении с Транскаспийским маршрутом. Касым Жамар-Тукаев также предложил запустить скоростные грузовые поезда по железнодорожной магистрали Челябинск-Булашах-Иран и рассмотреть возможность совместных инвестиций в строительство инфраструктуры в морских и сухих портах Ирана и Туркменистана. Это значительно расширит географию экспорта государств-членов, укрепит наши логистические возможности. В следующем году ЕС исполняется 10 лет. Именно 10 лет назад, в 2014 году, в Астане был подписан договор о создании ЕС. Касым Жамар-Тукаев предложил отметить юбилей в столице Казахстана и предложил поручить комиссии к следующему заседанию Высшего Совета подготовить доклад о первом этапе евразийской интеграции. В нем будут представлены основные итоги и достижения, а также конкретные рекомендации по дальнейшему интеграционному развитию. По итогам встречи было подписано 15 документов, направленных на углубление интеграции. Я особо хотел бы подчеркнуть это подписание третьего большого протокола в договор о Евразийском экономическом союзе. Что говорит о том, что мы в рамках нашего Евразийского экономического союза не останавливаемся на базовом договоре 2014 года о союзе, а расширяем его горизонты новыми направлениями сотрудничества и конкретизацией отдельных положений. Казахстанское видение союза это последовательное наращивание экономического потенциала стран ЕС. То есть это проекты, технологии, рабочие места и налоги. Выступая сегодня на Высшем Евразийском экономическом совете, глава государства отметил, что совместными усилиями страны успешно выполнят все поставленные перед ЕС задачи и выведут Евразийский экономический союз на более высокую траекторию развития. При поддержке телерадиокомплекса президента Хабар-24, Москва.